Сегодня мы рассмотрим дополнительные средства реабилитации для пожилых людей, с помощью которых они будут более комфортно осуществлять те или иные действия. В частности, давайте рассмотрим такие вещи, как УПА. На данном примере мы можем посмотреть, что УПА достаточно крупная, осуществляет двукратное увеличение. Сделано на специальной пружинистой ручке. Для чего это сделано? Чтобы можно было, если у человека, допустим, отрет кистей, либо он ослабленная уже хватка, то данная ручка позволяет даже при таком заболевании достаточно комфортно и умеренно держать двуку в руке. Еще один вариант – это лука для чтения. Ее отличная особенность в том, что она оснащена лампочкой, подсветкой, то есть при включении которой мы можем в темное время суток, соответственно, также осуществлять чтение. Работает от обычных пальчиков батарейчиков, которые можно купить в любом магазине. И рассмотрим еще одни изделия, в частности, это специализированные столовые приборы, которые как раз таки помогают людям, у которых заболевание кистей рук и ослабленная хватка, достаточно комфортно и уверенно осуществлять прием пищи и готовить непосредственно на кухне. Мы сегодня с вами рассмотрим вилку, ложку и нож. Сразу обращаю внимание, что ручка выполнена из пластика, она широкая, то есть тем самым позволяет достаточно уверенно держать ее в руке, даже если, как я уже говорил, у человека ослабленная хватка. Сама вилочка по себе выполнена из материала легко гнущегося, то есть можно сказать, что человек не нанесет себе никакого вреда. И идет специальный ремешок для того, чтобы эту вилку было удобнее брать, либо подвешивать ее и хранить ее в таком состоянии. Ложка также у нас характерна тем, что имеет крупную рукоятку, легко гнется, то есть тем самым человек может ее сам регулировать, как ему удобно, и держать ее так же, как ему удобно. Что согласитесь, в тех случаях, когда человек находится один, думаю, некому помочь, это очень важно. То есть он спокойно может принимать пищу, не испытывая никаких неудобств. И столовый ножик, обращаю в первую очередь внимание на его безопасность. Заточка его не позволяет никаким образом повредить самого себя, нанести себе травму. Плюс, опять же, его форма позволяет использовать рычаг локтя для того, чтобы, по сути, не резать, а осуществлять пилообразные движения, тем самым разделывать хлеб, резать масло и другие непосредственно продукты, не испытывая никаких сложностей. Ручка сделана, опять же, достаточно крупной, что позволяет ее комфортно держать в руках. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok